всем привет дорогие друзья меня зовут антон и сегодня с вами прогуляюсь по одному из маршрутов социально значимого проекта я шагаю по москве это уникальное мероприятие которым примут участие несколько тысяч человек для того чтобы вы смогли в нем поучаствовать вам необходимо будет перейти по этой ссылке с 1 по 21 сентября и выбрать один из 20 маршрутов по городу москва затем вам нужно будет пройтись по нему выполнить задание заработать как можно больше баллов и дальше сдать 25 26 сентября в эти дни на канале про поход тв пройдет онлайн квест за участие в котором вы также получаете бонусы и баллы которые потом превращаются в призы ну а сегодня я расскажу вам про маршрут зеленое сокровище города которая проходит здесь в парке Кузьминки Люблино и маршрут начинается от метро Волжская который находится по правую руку от меня когда вы отправитесь на маршрут вы получите своего куратора который будет сопровождать вас на протяжении всего маршрута для того чтобы начать вам нужно будет написать своему куратору что вы приехали на метро Волжская и начинаете и от него вы получаете задание которая собственно приведет вас к следующей точке вот и пришли на нашу первую точку которая называется «Карта». Что же нам нужно сделать, чтобы получить баллы? Конечно же, написать куратору и получить от него задание. Какое сложное задание. Но следующая наша точка – Юрьевская плотина. Пойдемте искать ее. Нашли в этом парке ключ, источник, из которого можно взять воду. Хотя непонятно, можно пить из него или нет. Шли-шли и яблочки нашли. Надеюсь, вам еще останется. Вышли на Юрьевскую плотину. Что же делать дальше? Сначала нам нужно писать куратору, чтобы он прислал нам дополнительные задания, за которыми получим дополнительные призы, возможно. Пишем куратору. Пришло задание. Итак, выполнили задание, получили следующую точку. Обитатели парка. Пойдемте искать, что за точка такая. Обитатели парка. А еще в этом парке вы имеете возможность покататься на настоящей весельной лодке. И далеко от второй точки находится настоящая лодочная станция. В будний прокат лодки стоит 350 рублей за полчаса, а выходные – 400. Достаточно доступно. И вот мы с вами оказались на третьей точке нашего маршрута. Продвинулись немножко вперед. Надо снова написать куратору, чтобы понять, какое задание нам нужно сделать и куда двигаться дальше. Выполнили какое-то странное задание с животными. Наша следующая точка – птицы парка. Пойдемте узнаем, что за птицы живут в парке. Здесь, на территории этого парка, находится огромное количество беседок. На момент съемки видео они закрыты пока что. Пользоваться ими нельзя. На момент, когда вы пойдете на наш маршрут, возможно, их уже откроют. Также на территории парка большое количество закусочных лайков с водой и общественных туалетов бесплатных. Мы с вами пришли на следующую точку, которая называется птицы. Оно и неудивительно в таком-то лесу. Попробуем написать куратору, узнать, какое задание будет здесь. Птиц говорит, опознай меня, куратор говорит, птиц. Ладно, попробуем сделать. И следующая точка у меня пришла уже. Тропа сказок, пойдемте на нее. Что там за тропа сказок такая? Сейчас мы все узнаем. Ну, мы с вами пришли на следующую точку, которая называется тропа сказок. Как видите, я уже нахожусь в сказке. Замечательно просто. Все, о чем я мечтал сегодня. Пора выполнять задание. Посмотрим, что нам написал куратор. Выполнив очередное задание, идем искать следующую точку. Утиные истории называются. Посмотрим, что там. Точка называется Утиные истории. Да, уток здесь действительно в парке много. Ждем задание от куратора. Следующая точка называется Бельчатник. Утки, белки. Пойдемте, посмотрим. Ну, вот и пришли практически последнюю нашу точку, которая называется Бельчатник. К сожалению, белки в этом самом Бельчатнике позади меня сейчас отдыхают. И мы не смогли их увидеть. Но, к счастью, что в парке, в принципе, очень много различной живности. И очень много белок мы видели недалеко от Яблоневого сада. Практически в начале маршрута. Ну, а сейчас, как обычно, пишем куратору. И ждем от него задания. Ну, вот выполнили наше задание. Идем на следующую точку, которая называется Клумба. Это будет последняя точка в парке. Пойдемте, посмотрим, что там. И последняя точка на территории парка, на нашем маршруте, который называется Клумба. Алгоритм тот же. Куратор, задание. Выполняем. Ну, вот мы и закончили наш маршрут в парке Кузьминки-Люблино. До последней точки метро Кузьминки осталось всего пару минут. Мы достели главные цели всего сегодняшнего дня и всего проекта. Познакомились с частичкой Москвы чуть лучше. Ну, а теперь идем на следующий маршрут и зарабатываем больше баллов. Продолжение следует...